Городское хозяйство Ремонт дорог общего пользования, а именно Карманов по проспекту Мира и улице Георгия Димитрова, уже произвела демонтаж некачественного асфальтобетонного покрытия и приступила к укладке нового. Устелинцев настоятельно просят убрать машины с обочин. После проспекта Мира они уйдут на поселок. Мы дождемся экспертизы, которые делали вырезки, вырубки. После этого только они будут приступить к работам по завершению верхнего слоя. Здесь уже рецептура пришла именно из политеха по асфальту, то есть вопросов не должно быть. Ну я тоже этот момент и знаю, то есть мы разговаривали, что здесь в принципе должно быть все в пределах ГОСТ, все качественно. Но в любом случае мы потом будем вырезки делать. Администрация города пообещала проработать вопрос жителей поселка Тушама, которые обратились с просьбой об изменении графика автобусного маршрута по причине их опоздания на работу в утренние часы. Также власти совместно с полицией продолжают рейдовые мероприятия по незаконным парковкам. В том числе штрафуют и подрядчиков-дорожников, нарушающих правила благоустройства. Отрабатываем обращения граждан, связанные, как всегда, с парковкой транспортных средств в неположенных местах. То есть обращений идет очень много. Выезжаем, рейдуем. Также фиксируется и техника подрядчиков, которая у нас ездит по газонам, по тротуарам в неположенных местах. Соответственно, привлекаем к ответственности. Что касается ямочного ремонта дорожного полотна. Самые глубокие выбоины латают с помощью машины БЦМ. Свежие заплатки соседствуют со старыми большими дефектами. Многим жителям по-прежнему непонятно, по какому все-таки принципу выбирают, какую яму заделывать, а какую нет. По нашей технике БЦМ на сегодняшний день она выполняет ямочный ремонт на улице Молодежной. То есть сегодня опять уехали загрузка эмульсий. Уже как минимум две бочки на Молодежной вылили, то есть закрывали большие выбоины. Сейчас решили пройтись всю дорогу по Молодежной. Плюс с теми участками, которые у нас несут небольшой характер повреждений. То есть все явно закрыты. Антон Алибиевич, сразу по этому моменту хочу переговорить с подрядчиком, который наносит разметку, чтобы не приступал к работам. Потому что они сейчас уже наметили точки, где будет разделительная полоса. Чтобы не получилось так, что мы сначала нанесли разметку, а потом следом пошли БЦМка и заделать яму. Поэтому по возможности проговорить, не по возможности, а проговорить с подрядчиком, который наносит разметку, чтобы пока эти работы не делать. У нас много проблематичных мест в городе. И нам надо наносить разметку это по предписаниям ГИБДД и вообще по муниципальным контрактам, которые у нас и действуют с конца мая, начала июня. И здесь могут быть такие моменты. То есть тоже мы хотим людей предупредить, чтобы потом нас сильно не ругали. Здесь, как говорится, палка о двух концах. Мы не можем сделать то, не сделав этого. Накладывается работа друг на друг. После молодежной вы куда планируете пациенту плачивать? Интернационалистов. То есть до центральной городской больницы, да, вот эта дорога будет у нас? Ну, потому что мы разговаривали, там тоже есть участки аварийные такие, выбоины большие, есть даже небольшие. Но факт в том, что даже, как говорится, карета скорой помощи или реанимация, попадая в такие ямы, то есть может нанести ущерб здоровью того пациента, которого везут, доставляют в больницу. То есть там тоже надо закрыть нам, конечно, этот вопрос как можно быстрее. На очередном техническом совещании с управляющими компаниями и региональным оператором вновь была затронута тема захламленности Устилимска. Обсудили своевременную вывозку твердых коммунальных отходов и мусора с придомовых территорий. Есть у нас общая группа, мы создали WhatsApp, то есть мы сейчас по ней работаем, отрабатываем, то есть региональный оператор, вывозя крупногабарит, говорит, зачищайте площадку, и управляющие компании, в принципе, по своим обязательствам делают это в свое время. Также для людей информацию хочу донести, пожалуйста, не захламляйте площадки, которые устанавливаются как на придомовой территории, так и на нашей муниципальной. В крупногабарит не входят строительный мусор, ветки, автомобильные шины. Это все нужно вывозить за свой счет, то есть не захламляйте. Потому что, чтобы вопросов потом не было, почему с площадок не возится этот мусор, он не попадает под крупногабарит. То есть население в тарифах не платит за вывозку автомобильных шин, строймусора и веток. И если про строительный мусор и автомобильные шины все понятно, то почему ветки должны вывозить собственники МКД, непонятно. Они не соответствуют определению НТКО и являются отходами, образованными вне жилых помещений. Если обратиться к федеральному законодательству, то там прямо указано, что растительные отходы должны быть вывезены теми, кто их произвел. То есть, если эта управляющая компания работала с зелеными насаждениями, то и вывозить порубочный мусор – ее обязанность. В Усть-Илимске завершилось голосование по выбору способа оплаты за отопление. Напоминаем, проводилось оно до 15 июня. Проголосовать можно было на порталах госуслуг и в официальных группах администрации города в соцсетях – ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм. Всего в опросе принято 1722 голоса. 62,8% из них были отданы за оплату по факту потребления. На основании этих сведений администрация города планирует подготовить предложение о смене способа оплаты в Усть-Илимске и направить его в региональное министерство жилищной политики и энергетики. Если министерство примет решение в пользу нашего предложения, то по закону новые правила вступят в силу не раньше 1 сентября 2023 года. Депутаты городской думы отчитались о доходах за 2021 год. Самым богатым депутатом, согласно декларации, стал народный избранник Дмитрий Верещагин. Задекларировав доход в 120 миллионов 600 тысяч рублей, он один обогнал всех остальных своих коллег в представительном органе города. На втором месте оказался Эдуард Перекопный, которому удалось достичь половины показателя Верещагина – 60 миллионов 300 тысяч. Также среди богатой части депутатов закрепился Владимир Шершов с годовым доходом в 22 миллиона 700 тысяч рублей. В Иркутской области сотрудники полиции зарегистрировали несколько случаев нового вида мошенничества. Потерпевшим поступал звонок от человека, представляющегося сотрудником колл-центра сотового оператора. За последнее время жертвами мошенников стали несколько человек, которые лишились от 40 до 500 тысяч рублей. В Ангарске у двух местных жительниц они украли суммарно полтора миллиона рублей. Мошенники звонят абонентам, обращаются к ним по имени и отчеству и говорят, что их номер завтра блокируют, если его не продлить. После этого отправляют абоненту сообщение с кодом, который просят назвать для того, чтобы гражданин смог дальше пользоваться своим номером. Получив эти данные, аферисты имеют доступ к личному кабинету абонента на сайте оператора сотовой связи, что позволяет похищать деньги со счетов, закрепленных за номером телефона. Пожарные Иркутской области ежедневно ликвидируют возгорания, связанные с палами травы. Но в летний период становятся актуальны проблемы горения тополиного пуха. Причины, по которым возникают такие пожары, очевидны. Это неосторожное обращение с огнем, поджог, детская шалость. Напомним, за правонарушение предусмотрен административный штраф для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 60 тысяч. Напомним, в Устилимске до 15 июля установлен особый противопожарный режим. Сотрудники МЧС убедительно просят пресекать игры детей и подростков, связанные с поджиганием тополиного пуха. Устилимская городская поликлиника номер 2 отмечает свое 40-летие. В июне 1982 года поликлиника приняла своих первых посетителей. В учреждении, рассчитанном на 850 посещений в смену, размещались взрослые детские поликлиники, женская консультация, стоматологическое и физиотерапевтическое отделение, лаборатория, управленческий блок. Поликлиника сумела воспитать не одно поколение медицинских работников, от знающих и милосердных медицинских сестер до врачей, признанных авторитетами в отечественном здравоохранении. В подведомственных Министерства социального развития опеки и попечительства Иркутской области учреждениях социального обслуживания ведется работа в рамках предоставления социальной помощи на основании социального контракта. Специалисты информируют о предоставлении государственной помощи, об условиях и праве заключения социального контракта, выплатах, сроках и совместных обязанностях граждан и органов, участвующих в реализации мероприятий программы адаптации. Мы вышли уже на показатель выше даже, чем в среднем по Иркутской области. 66% соцконтракта у нас мы заключили, 163 конкретно. Хорошо идет поиск работы, 62 из 93, 52 из 95 индивидуальное предпринимательство, чуть ниже, чем мы ожидали. Очень стараемся. Завтра очередная комиссия, надеюсь, что показатель увеличится. Ну и по иным мероприятиям уже 49 из 60 заключено. То есть идем в плановом режиме, все нормально, продолжаем. В Усть-Илимске благоустроят родник в поселке Неван и откроют акомаршрут от курорта Русь до Симахинского ручья. В рамках проекта «Чистый родник. Залог здоровья» волонтеры содействия и местные жители укрепят склон и обрежут кусты у родника, очистят скважину и обновят трубы, сделают подпорную стенку, оформят территорию природным камнем и установят рядом информационный стенд. Вторым проектом, ставшим победителем грантового конкурса «Н-Плюс Групп» 2022 года под названием «Экотропа. Озерная. Магия живой природы» займутся сотрудники Центра живой природы и школьники лесничества «Лесовик». Они приведут в порядок тропу до Симахинского ручья, построят деревянную пешеходную дорожку, сделают спуски к водоему, посадят цветы из списка растений Усть-Илимского района. В России с 15 по 22 июня проходит онлайн-акция «Свеча памяти». Любой желающий может зажечь виртуальную свечу. Достаточно зайти на сайт деньпамяти.рф. На интерактивной карте можно увидеть, как зажигаются свечи в разных регионах страны. Помимо этого, на портале можно посмотреть десятки историй воспоминаний ветеранов. В дальнейшем организатор, благотворительный фонд «Память поколений» за каждую зажженную свечу выделит средства и направит их в помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Пожертвовать самому также можно на сайте деньпамяти.рф. Алена Феоктистова, Антон Емельянов. Информационная программа «Северный город».